Грандиозное строительство музея современного искусства должен появиться в Риге в 2021 году. Архитектурное бюро сегодня презентовали свои эскизы. Всего таких проектов семь. Окончательное решение международное жюри обещает принять до конца июня. Оскар, студент архитектурного факультета РТУ, показывает эскизы, которые сделал он и его однокурсники. Свои бакаларские работы они защищали именно по теме будущего музея современного искусства. Вот его собственная работа. Идеи зарубежных архитектурных бюро, принявших участие в официальном конкурсе, его не впечатлили. Я считаю, если речь идет о музее современного искусства, то и само здание должно говорить об этом. Чтобы люди через полвека знали, что мы оставили от нашего времени. Мне кажется, такое здание не должно иметь прямые фасады и отличаться лишь облицовкой. Оно должно быть смелым, необычным и современным. На первом этапе в конкурсе приняли участие 25 архитектурных бюро. Все зарубежные. До второго дошли семь. Из Финляндии, Дании, Нидерландов, Германии, Великобритании и США. Все они сотрудничают с местными архитекторами. Мы хотим создать форму, то есть, прежде чем наполнить ее содержанием, нужно создать форму. То есть, здание, всемирно известные имена, совместно с латвийскими архитекторами разработали эти семь концептов. Международное жюри обещает выбрать проект «Победитель» до конца месяца. В новом музее будет представлено искусство, начиная с 60-х годов XX века. У нас, особенно молодое поколение, растет все время в таком, можно сказать, обделенном варианте. Потому что, конечно, происходят выставки, очень много выставок. Но все равно в такой постоянной экспозиции этот процесс современного развития и современного искусства не виден. Планируется, что новый музей станет самым посещаемым художественным музеем в Балтии. Именно здесь, на этом пустыре, в 2021 году откроется музей современного искусства. Его здания, а также прилегающий парк должны стать современным центром столицы. Частные благотворители уже подписались Министерством культуры договор о сотрудничестве. Они готовы вложить в строительство 30 миллионов евро. Яна Рубинчик, Айна Скупч, Латвийское телевидение.